Всем привет! Меня зовут Андрей Щапов, я композитор, аранжировщик и саунд-продюсер. И мне выпала огромная честь быть судьей международного конкурса Golden Time Talent. Для меня это огромная честь и большая ответственность. Судить чье-то творчество очень непросто. У каждого есть определенные вкусы, как и у меня. И оценить, кто лучше, кто хуже, это очень непростая задача. Но, безусловно, хочу вам сказать, что наверняка наши конкурсанты прислушались к советам. И в последнее время все больше и больше приходит профессиональных, качественных, классных работ. Талантливые ребята не просто записывают свои видео на телефон, а делают профессиональные клипы. Подключают целый продакшн к своим конкурсным работам. Подключают профессиональные студии звукозаписи. Молодцы, ребята, это ваш скилл, это ваш опыт. Я думаю, что это обязательно вам пригодится в жизни. Ну и, тем не менее, исходя из того, что намного больше приходит профессиональных работ, для нас, как для судей, усложняется задача, потому что выбрать из такого количества лучшего и сильнейшего – это невероятно тяжело. Поэтому у нас так много судей, и поэтому общим каким-то решением знаменатель будет такие… Мы придем к какому-то знаменателю и, безусловно, выберем лучших из лучших. Ну, сегодня о лучших из лучших. Для меня мы поговорим. Вот. Детки вообще настолько талантливые, настолько лучезарные. Все работы, которые я пересмотрел, они потрясающие. И спасибо вам за то, что вы занимаетесь творчеством. Спасибо за то, что имеете смелость участвовать в конкурсе, попробовать свои силы, да, сравнить свои умения с умениями других. Это уже очень смело и достойно уважения и похвалы. Я очень благодарен каждому, кто прислал свои работы. Я не мог ставить плохих оценок, поэтому в этот раз был очень щедр на десятки. И, в общем, очень-очень много десяток поставил, потому что не мог себе позволить не отметить ту или иную работу. Но, безусловно, уровень разный. Кто-то присылает простые видео, кто-то более владеет своим вокалом. Кому-то еще нужно немножко подработать. Я не буду критиковать. Я отмечу сейчас тех людей, которые вдохновили меня. А самый большой для меня показатель – это мороз по коже. Если мороз по коже от исполнения, от увиденного у меня идет, значит, тело реагирует на это. И, значит, вы передаете эмоцию. Это самое главное для артиста. Безусловно, оригинальность оценивалась. Безусловно, и тембр, и технические владения вашим голосом, инструментом и так далее. Обращал я также внимание и на техническое оформление, профессиональное оформление вашей конкурсной работы. Еще раз отмечу, что мы очень выросли за это время. Очень выросли. Очень много классных клипов, настоящих. Помимо этого, вот несколько даже, ну, готовых артистов таких вот присылали свои клипы. Вот, в частности, хочу отметить проект «Антош». Это, ну, у меня этот трек на повторе. Он современный, он хитовый. Молодцы ребята. Это уже состоявшиеся артисты. Я думаю, что вам нужно просто пробиваться и стучаться во все двери. Я думаю, что у вас все получится. Анея Пашинская. Вот тоже артист очень порадовала своим. Ну, фанк – это вообще моя тема. И своим фанком, профессиональным исполнением. Ну, это готовый артист уже. Я думаю, что вы вне конкуренции, и вам нужно покорять новые и новые вершины. Не знаю, как оценят вас другие судьи, но с точки зрения профессионализма вы молодцы. Ну, и, конечно же, детки очень порадовали. Асиди Алина. Замечательно. Немножко смелее нужно. Чуть-чуть там есть помарочки. Ну, это все ерунда. Молодец. Дай бог тебе удачи. Ну, с удовольствием бы с каждым из того, кого я назову, я бы поработал. Для меня это было бы большой честью. Шаманова Софья. Класс. Девчушка такая. Вот супер. Подобрана песня. Супер. Она ведет себя раскованно. Попадает в нотки. Молодец. Огромное спасибо преподавателям, которые это все подготовили. Классно сняли. Арина Фирсова. Вот. Тоже очень классный темп у девчонки. Немножко нужно поработать над техникой. Ну, у каждого из вас, поймите правильно, что это не конец. Даже если вы выиграли в этом конкурсе, вам есть над чем работать. Если вы не выиграли в этом конкурсе, это лишний стимул, лишние доказательства того, сколько нужно работать над собой. Не останавливайтесь ни в коем случае. И учитесь у профессионалов, у тех людей, которые сильнее, мудрее, мощнее вас, которые умеют лучше, чем вы. И вы достигнете своего результата. Учение и труд все перетрут, как говорится. Арина Потапчук. Замечательное исполнение. Молодец. Я отдельно еще скажу. У нас будет большой эфир, посвященный этим работам. Я надеюсь, что технически мы сможем это обеспечить. И я там более конкретно. Я поставлю каждый клип, который мне понравился. Мы обговорим его. У вас будет возможность задать свои вопросы и так далее, и так далее. Маргарита Дубовик. Тоже тембр шикарный у девушки. Чуть-чуть поработать. Чуть-чуть где-то дожать. Вот эту вот серединочку нужно. Но я отметил вас высшим баллом. Алена Катчина. Чуть-чуть увереннее в себе тоже. Там есть погрехи. Но у вас в целом вы производите очень хорошее впечатление. Калиниченко Анастасия. Куэта Дзиквия. Куэта Дзиквия. Я прошу прощения, если я неправильно называю какие-то имена или фамилии. Просто в транскрипции не совсем понимаю, как правильно они звучат. Но вот Куэта Дзиквия я ставлю вам просто супер. Просто супер. Мы еще будем иметь возможность посмотреть ваш клип. Алина Павловец. В вашей команде, в вашей студии 5 баллов. Немножко там есть тоже подрешности. Но молодцы. Рада Жизнюк. Вы покорили меня просто. Радочка, вы. У вас вокальные данные от Бога. Вы Кристина Агилера номер... Наверное, вы не Кристина Агилера. Вы просто Рада Жизнюк. Вот скажем так. И это замечательно. Развивайтесь. Развивайтесь. Знаете, даже одна из лучших вокалисток современности, Лара Фабиан, до сих пор тренируется, не останавливается. Поэтому не останавливайтесь. Тренируйтесь. Так. Дальше у нас замечательные такие... Лика Довголюк. Скрипачка. Лика Довголюк. По-моему, так. Виртуозно владеет инструментом. Вот. И поразило то, что... Я оценил этот очень тонкий юмор, когда вы записали свое демо в маске. И ваш аккомпанятор тоже. Ну, мы понимаем этот тонкий намек. И этот, может быть, даже внутренний протест. Искусство сейчас все одели в маске. Поэтому спасибо вам за такой степ и за владение вашим инструментом. Старостин Сергей замечательное владение балалайкой. Просто покорил... Знаете, виртуозы играют легко на своем инструменте. Они не смотрят в ноты. Они сливаются с инструментом. Вот именно это такое единение с инструментом я отметил у этого парня. Просто молодец. Вот. Просто молодец. Татьяна Пожидаева. Домра. Тоже хорошо. Отлично. Просто вы... То, что нужно. То, что нужно. Артем Масков. По-моему, так, да? Саксофонист. Молодец парень. Просто чувствуется, что он пашет каждый день над своей техникой. Работает над усовершенствованием своим, да? Я отметил огромным количеством десяток и композиторов, и инструменталистов. И не хватит целого часа для того, чтобы я вам этот весь список... Я сейчас в основном тут вокалистов, да? Потому что, ну, это моя больше такая сфера профессиональная. Вокалисты и продакшн. Я отметил их. Молодцы, ребята. Среди композиторов... Поймите правильно. Перед композиторами я вообще трепещу. Потому что на самом деле... Ну, попробуйте хоть две ноты сочинить, да? А сочинять целые большие формы произведений – это вообще искусство. Особенно поразила меня Ольга Евдокимова. Очень проникновенная флейта с органом. Очень проникновенная мелодия. Вы как композитор, вы молодец. Огромное количество композиторов. Молодцы. Я просто всех не перечислю. И прошу прощения, если кого-то я обделил своим вниманием. Вы все умницы. Вы все молодцы. Трудитесь. Работайте дальше. Пускай это будет всего лишь каким-то первым этапом для достижения вашей цели. Я каждому из вас желаю успеха. Мы обязательно подготовим прямой эфир, где послушаем ваши работы. И другие смогут познакомиться с вашими работами. Их достойно оценить. Я благодарен такой возможности быть с вами знакомым. Я бы с удовольствием посотрудничал, создал коллаборейт с каждым из вас. Я открыт к любым предложениям. Огромное вам спасибо за честь. И прошу прощения у вас, если я вдруг кого-то обделил своим вниманием. Вы все очень талантливые. Я вас всех очень люблю за то, что вы такие талантливые и потрясающие люди. Не все для нас потеряно в этом мире. И планета будет спасена. Потому что есть такая легенда, что Господь Бог оставил свою истину, запечатав ее в искусстве. А если вы человек искусства, значит вы к этой истине каждый день прикасаетесь. Прикасаетесь к чему-то светлому. Прикасаетесь к любви. Прикасаетесь к вдохновению. А что может быть лучше? Пускай творчество, пускай любовь, пускай вдохновение спасет человечество и нашу планету от всяких-всяких бед. Благодарю. Желаю вам всего самого наилучшего. Желаю вам вдохновения, творческих успехов. С вами был я, Андрей Щапов. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова